Добрый вечер, драгоценные. Добрый вечер, дорогие. Добрый вечер, возлюбленные. В эфире Divine Connection. Халлелуйя. Приветствуем вас, приветствуем, драгоценные. Мы будем ждать, пока кто-то подключится. И пока будет подключение, давайте мы пойдем в прославление. Будем прославлять нашего Господа. Нет ничего лучше, когда мы начинаем славить нашего Господа. Аллилуйя. Вся слава Его. Наталью приветствуем. Халлелуйя. Вся слава Господу. Господь, мы благодарим Тебя за Твою милость, за Твою любовь. Веру приветствуем. Халлелуйя. Господь, благодарны Тебе за Твою любовь, за Твою милость, за жизнь Твою. Спасибо, Иисус. Халлелуйя. Пусть этот вечер будет наполнен Твоей славой, Отец. Твоей славой, Боже. Пусть Твоя слава, проявленная, будет на этом месте. Пусть Дух Святой движется так, как Он хочет. Халлелуйя. Пусть все человеческое умоляется. И пусть Твое Божье. Пусть слава жизни высвобождаются. Верочка драгоценная, приветствую, Чикаго. Халлелуйя. Карину приветствуем. Слава, Томилочка, благословение. Оленька Мазучук, мир тебе, дорогая. Халлелуйя. Слава, слава, слава Господь. Халлелуйя. Живи в Тобом. Все, что во мне, принадлежи Тебе. Давайте будем соединяться с Господом. Дух Божий здесь уже. Я Твой. Халлелуйя. Я Твой. Говори это. Я Твой. Я Твой. Иисус, Я Твой. Твоим и Господи. Халлелуйя. Я Твой, Свет Твой. Я Твой. Душу Твою. Я благодарю Тебя за Твое присутствие, Святой Дух. Благодарю Тебя за Твой поток. Поток мира, поток благодати, поток силы, Господь. Поток помазаний. Помоги нам, Господь, отплывать на глубину, на глубину познания Тебя, чтобы переживать Твое присутствие, Твою славу в нашей жизни. Я Твой. Аллилуйя. Я Твой. 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 Бог, я твой. Я твой. Я твой. Только твой. Я твой. Я твой. Я твой. Я твой. Я твой. Я твой. Аллилуйя. Я твой. Пусть на этом месте сегодня высвободится дух свободы, освобождая каждого от демонического ерма, от всяких болезней, от всяких недостатков во имя Иисуса Христа. Пусть слава Твоя сегодня, Господи, она накроет просто каждого, кто смотрит, чтобы они переживали Твою любовь, Твое присутствие, Боже. Аллилуйя. Аллилуйя. Все, что мыслях Ты. Поведи нас в Твою глубину, Отец, в Твою глубину, где бы уже не мы шли, Боже, но Твой поток, Он нес нас, Иисус. Где мы не своими силами барахтались, Боже, но чтобы мы в благодати Твоей, в потоке благодати Твоей шли. Аллилуйя. Аллилуйя. Спасибо, спасибо, Иисус, я твой. Аллилуйя. Аллилуйя. Добрый, добрый вечер. Аллилуйя. Провозглашаем свободу на этом месте. Провозглашаем огонь Божий на этом месте. Провозглашаем славу Божию на этом месте. Провозглашаем Царствие Божие, пришедшее в силе на этом месте во имя Иисуса Христа. Благословенные и возлюбленные, если вы сегодня смотрите нас, если вы сегодня с нами, то я уверена, я верю, что Дух Божий, он сейчас прямо касается вас. Прямо сейчас касается. И вы будете переживать его присутствие, вы будете переживать его силу, его славу, потому что Бог сказал, я есен, он Бог настоящего момента. Он здесь и сейчас. И твое исцеление, оно не за горами, оно не завтра, оно здесь и сейчас. Нам так важно осознавать сегодня момент настоящего. Настоящего, драгоценный, Бог всегда возвращает нас в момент настоящего. Здесь и сейчас. Здесь и сейчас ты переживешь его славу. Здесь и сейчас ты переживешь его огонь. Здесь и сейчас ты переживешь его силу. Здесь и сейчас ты переживешь его освобождение. Во имя Иисуса Христа. Господь, мы благодарим тебя. Мы славим тебя, драгоценный Господь. Халлилюя! Драгоценные, драгоценные возлюблены! У нас такая прекрасная тема, и это тема о Царстве Божьем. Вау, мне так нравится эта тема, и я так благодарна пасторю Томиле, что эта тема, она растянута на каждый месяц, на целый месяц. И каждую неделю благословенные служители, они каждой из своего откровения выносят из сердца своего то, что Господь говорит им о Царстве Божьем. И драгоценные, читая Евангелие, вы знаете, я еще и еще раз убеждаю, что большую часть своего служения, большую часть своего служения Иисус акцентировал на Царстве Божьем. Он говорил об этом в притчах, он говорил об этом в беседах, он проповедовал об этом о Царстве Божьем. И это очень-очень важная тема. У нее столько грани драгоценные, у нее столько грани. Халлилюя! И Царствие Божие, это было основой темы учения и служения Иисуса Христа. Халлилюя! Вся слава Ему! И смотрите, от Луки святое благовествование. Народ узнав, пошел за ним. И он, приняв их, беседовал с ними о Царстве Божьем. Он беседовал о Царстве Божьем. Он рассказывал притчи о Царстве Божьем. И это такая-такая огромная и многогранная тема. И я буквально коротко хочу поделиться, что Бог открыл мне. И дам слово моему возлюбленному, моему мужу, пастору Александру Шарапову. Халлилюя! Драгоценные! Иисус принес сам в себе Царствие Божие. Он был Царствием Божиим. Когда Он стоял перед фарисеями, перед ними стояло Царствие Божие, пришедшее в силе, пришедшее в славе. И они задавали вопрос. Они говорили Ему, каким образом придет Царствие Божие? Но Иисус ответил потрясающие вещи. Он сказал, не придет Царствие Божие приметным образом. Не скажут, вот оно здесь, вот оно там, ибо Царствие Божие внутрь вас есть. То есть, дорогие, Иисус, Он обозначил Царствие Божие не как территорию, не как какое-то пространство, обозначенное территорией, но Он утвердил, что это Царствие внутрь нас есть. Он говорил о духовных вещах. Он говорил о том, что это Царствие, оно внутри, оно вмещается. Это огромное благословение осознавать это, дорогие. Халлилюя! Знаешь, порой мы ждем, что Царствие Божие, оно явится откуда-то. Вот мы прослушаем классную проповедь, и Царствие Божие, оно опустится. Или мы перейдем в иной мир, и там будет Царствие Божие. Но Царствие Божие – это состояние нашего сердца. Это состояние нашей души. Потому что апостол Павел говорил, что Царствие Божие – это не пища и питье. Это праведность, это радость, это мир во Святом Духе. Аллилюя! О чем же он говорил? Эти все три составляющих – мир, праведность и радость во Святом Духе – это все есть внутреннее состояние нашей души. И как же переживать это Царствие Божие? Как переживать это Царствие Божие? Как вот ты думаешь? Так и переживать. Так и переживать. Так и переживать. Как говорит Священное Писание, нужно искать личных близких отношений с Господом Иисусом. Дух Святой сегодня напоминает нам все, чему учил Иисус, чему учит, и Он еще и будущее возвестит. И внутренний характер Иисуса, он будет отражаться в нашей жизни через наш личный контакт с Ним. Помнишь, вот в миру такая пословица есть, да? Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты. Если ты дружишь с Иисусом, если у тебя с Иисусом личные отношения, личные контакты через познание Его, то, конечно же, в твоей жизни все будут узнавать Иисуса Христа. И праведность – это твоя позиция во Христе Иисусе. Об этом много, миллионы раз говорили. Но это очень важно. Мы оправданы не своими делами, мы должны понимать. Потому что своими делами никто не может оправдаться перед Богом. Вся праведность человеческая, она как запачканная одежда. Мы можем быть праведными какое-то время, а потом можем сорваться. И вся наша праведность, она просто разрушится. Но мы оправданы кровью Иисуса Христа, Его искуплением, Его праведность. Он подарил нам свою праведность. И именно когда мы верим в Иисуса Христа, принимаем Его искупление. Знаешь, человеческая самоправедность, она отвергает искупление Иисуса Христа. Но смиренное сокрушенное сердце принимает искупление Иисуса Христа. И когда мы принимаем всю искупительную часть Иисуса, мы понимаем, что во Христе мы не можем быть неправильными людьми. Это наша позиция, которая начинает отражать внутри нас радость. Мы радуемся за Бога, за то, что Он сделал, сотворил это чудо в нашей жизни, и радуемся за самих себя. Потому что без искупительной жертвы Иисуса мы не могли радоваться. Мы постоянно жили в сомнении, кто у нас, кто мы наверх, кто мы вниз. Но когда мы получаем оправдание по вере, не через наши заслуги, но через Его работу, искупительную часть, тогда это производит действительно радость, внутреннюю радость и торжество в нашем Духе. Царство Божие праведность, мир и радость во Святом Духе. И, конечно же, мы имеем мир и с Богом, и с самим Собою. И это должно в чем-то выражаться. Должно выражаться в нашем Доме, где мы живем, в наших отношениях, с кем мы общаемся. Это и есть Царство Божие. Это Божья культура. Это что-то особенное и сверхъестественное от Бога внутри нас. И это не просто так. Это очень круто. А ты знаешь, я задумалась над тем, что многие христиане понимают, что Царствие Божие внутрь, но не все осознают. Но не все же живут в мире. Не все же живут в радости. И я, знаешь, опять пошла в Писание, и слова Иисуса, они очень тронули меня, когда Он говорил, «Чему подобно Царствие Божие, чему подоблю Его? Оно подобно зерну горчичному, который взяв, человек посадил в саду своем. И выросло, и стало большим деревом, и птицы небесные укрывались в ветвях Его». И вот здесь Господь обратил мое внимание, что Царствие Божие, оно подобно зерну горчичному, да, то есть маленькому. И я поняла, что Царствие Божие, мало того, что оно не ограничено территорией, оно имеет способность, оно, знаешь, оно не статичное, оно не замороженное какое-то, оно имеет способность размножаться, умножаться, расти, расти. И вот от чего это зависит? Я сама себе задавала вопросы. От чего это зависит? И как бы, ну, сама себе задавала вопросы, сама отвечала, что, смотри, оно подобно зерну горчичному. То есть что такое зерно горчичное? Как я вижу, это откровение. Это откровение, когда ты берешь откровение, что Царствие Божие внутри тебя есть. Это составляющая твоей души, это составляющая твоего сердца. И ты берешь это горчичное зернышко, да, и говорит, взяв человек, посадил в саду своем. Где мы сажаем? Мы сажаем в своем саду, в своей душе. И я так понимаю, что это происходит через пробуждение нашей души. Тогда, когда мы первый раз осознаем о Царстве Божием при рождении свыше, да, мы не можем войти в Царствие Божие, если мы не рождены свыше. Иначе мы будем нелегалами, да, как вот в Калифорнии очень много нелегалов. Они могут жить в Калифорнии, они могут пользоваться благами Калифорнии, но у них нет паспорта. Они являются нелегалами. Любая встреча с полицейскими или, да, ну, скажем так, с представителями власти будет нести за собой какие-то последствия. И то же самое, человек не может увидеть или войти в Царствие Божие, не пережив рождение свыше, иначе он становится нелегалом. Он не может, неважно, если он посещает церковь, неважно, посещает ли он воскресные служения, да, он должен конкретно пережить рождение свыше. Но часто, пережив рождение свыше, люди точно так же не могут переживать Царствие Божие внутри себя. А что такое рождение свыше? Рождение свыше, я считаю, это сам Бог поселяется внутри нас. Он сказал, я войду в вас. Аминь. Ты знаешь, вообще вот эта тема, Царство Божие, конечно, благословит Господь того человека, который освещает этот вопрос, это очень актуальная и очень радикальная тема, которая будет влиять не только на наших верующих зрителей, но даже на неверующих людьми. Аминь. Это божественный план, фундаментальный план Бога для искупления и преображения всего человечества. Это то, ради чего пришел Иисус. Он сказал такие интересные слова. Лучше бы для вас, чтобы я пошел, потому что если я не пойду, Дух не придет, Царство Божие, другими словами, не придет вас. В этом божественный план, чтобы через искупление Иисуса Христа, через Его воскресение, через силу Святого Духа вернуть божественное подобие внутрь нас. И именно очень важно, дорогие друзья, дорогая, дорогой, очень важно, дорогие друзья, освободиться от всякой религии, религиозности, которая заставляет нас верить, что ну ходишь в церковь, значит ты спасенный человек. Ну даешь десятина, значит ты спасенный человек. Нет, слушайте, Царство Божие, оно не в слове, оно в силе, вот как ты сказала, семя, оно должно расти. Оно должно расти и умножаться. И он сказал, ему должно расти, а нам должно умоляться. Вот сейчас мы понимаем, почему Иисус сказал, никто не может быть моим учеником, если не возьмет крест свой и не будет следовать за Мною. Почему? Потому что крест для нас на самом деле это благословение. Тот скажет, что это за благословение? Да, на кресте умирает наше проклятие, наш характер, наше подобие, демоническое подобие в нашей жизни. Наши психи, наши срывы, наши неверия, сомнения, страхи, болезни, все умирает на кресте. Для чего? Чтобы Божья природа, она могла развиваться. Это точно так же, как в огороде. Знаешь, я однажды после армии поехал к своим друзьям, однополчанам. И вот однажды мы приехали на хутор Новотройске, это Краснодар, Краснодарская область. И у моего друга, у Павла, там, мама, она имеет землю. И вот у нее такой был убранный и чистый огородик. И каждое утро она что-то выдергивала. Я тогда не понимал, не вникал в такие вещи, но однажды подошел, говорю, что вы делаете? Она говорит, я выдергиваю все, что может заглушить мои растения, которые я посадил. Вы знаешь, этот пример очень похож сегодня и в нашей жизни. Для того, чтобы Царство Божие росло, нужно создать прекрасные условия, чтобы ничто не заглушило Божье семя. Да, Иисус уже тоже сказал, да, суета, тернии, они могут заглушить. Недобрая почва, она может заглушить Божье Царство. И поэтому Он поставил нас, людей, в ответственности за то, чтобы Божье Царство, оно прорастало. И это означает личное отношение со Христом. Апостол Павел говорит, я молюсь, чтобы Христос отобразился в вас. Христианство это не про нас, дорогие друзья. Христианство это про Христа, который внутри нас. Уже не я, говорит, живу, вот христианство. Но живет Христос. Вот подожди, Павел, а где ты? А я на кресте, со всеми своими страстями, похотями, со всем тем, что мешает Христу развиваться и прорастать его в нашей жизни. Аминь, аминь. Иисус тоже говорил такие притчи. Ты очень правильно заметила. Мы с тобой даже в одном духе. Но я хочу сказать одну притчу, которую Он сказал, Царство Божие, подобно закваске. Которую женщина, положив, заквасывала три меры, да? Вот эти три меры, они, это число три, оно очень объясняет эту притчу. Мы знаем, что наш Бог, Он триедин, да? Отец, Сын и Дух Святой. Мы, как люди, мы тоже триедины. У нас есть Дух, Душа и Тело. Вот в три меры, как я понимаю, чтобы наш Дух, Он был заквашен через преображение ума. Как Царство Божие может возрастать? Мы не можем без познания истины позволить Божьему Царству расти. Потому что все наши сомнения, все наши грехи, все наши пороки, они всегда противостоят. Плоть, она противится Духу. Но именно тогда, когда мы обновляем свой разум, мы начинаем видеть правильный путь. Мы начинаем видеть правильные условия для того, чтобы Царство Божие, оно правильно росло внутри нас. Иисус сказал, познайте истину, и истина сделает вас свободными. Знаете, истина – это уникальная территория Бога. Потому что когда человек попадает на территорию истины, вдруг больной, начинает понимать, слушай, я уже не больной, я здоровый. Истина – это величайшее познание Божьей воли в нашей жизни. Она приходит через близкие отношения с Богом. Люди, которые не имеют близких отношений с Богом, они живут догадками, они живут сомнениями, они живут двоящимися мыслями. Но люди, которые живут в истине Божьей, для них нет больше ни своего мнения, ни чужого мнения. Для них есть мнение нашего Господа. Они принимают сторону Господа. Вот мне брат из Германии звонит, говорит, Александр, ты на моей стороне или не на моей стороне? Я говорю, Олег, я уже принял сторону. Я принял сторону моего Бога. Я хочу двигаться по его пути. Я хочу жить в его истине. Я не хочу ни налево, ни направо. Если твои убеждения соответствуют Божественному, конечно, и ты, и я, мы на его стороне. А если мы на его стороне, мы защищены. Это очень важно понимать. Христианство – это Христос в нас. А когда Христос в нас, он растет и умножается, упование, слава, оно будет проявляться по-любому в нашей жизни. Царство Божие – это очень сильно, очень круто. Это очень уникально. Слушай, а я вот не докончила эту притчу. Я говорила, спасибо тебе, очень-очень круто. Оно подобно зерну горчичному, который, взяв человек, посадил в саду своем. Мы берем это в свое сердце. Мы берем и сажаем это откровение. И на основании вот этого откровения, вообще пробуждения наших глаз, нашей души, наших духовных глаз, нашего сердца, что происходит? Написано, оно выросло. Оно начинает расти и умножаться в нас. И то, о чем ты говорил, о кресте, об отречении себя, это абсолютно подходит сюда. И оно выросло, написано, и стало большим деревом. То есть Царствие Божие имеет способность умножаться и расти. И Царствие Божие, как мы говорили, оно не в слове, оно в силе. И вот проявленное Царствие Божие изнутри, снаружи, изнутри, снаружи. Халлилуйя. И оно стало большим деревом. То есть оно стало видно всем. Проявление Царствия Божия, если ты живешь этим откровением, если это внутри тебя, оно становится видно всем. То есть, понимаешь, люди уже видят твои плоды. И дальше написано, оно стало большим деревом. И птицы небесные укрывались в ветках его. Вот, знаешь, когда человек, он действительно, Царствие Божие в нем умножается, оно растет. Мир его умножается. Праведность, не его собственная, но праведность Иисуса Христа, оно умножается. Написано это в Духе Святом, да? Поэтому и происходит умножение, что мы не сами по себе праведные, а праведной праведностью Божией, как ты сказал. Мир умножается, радость умножается. Это становится видно всем окружающим. И птицы небесные, я это вижу как людей, знаешь, которые начинают слетаться, слетаться. Вот это неверующие люди, которые хотят погреться рядом с тобою. Которые, если ты переживаешь мир, значит, ты в состоянии принести атмосферу этого мира. Правильно? Если ты переживаешь Божью любовь, ты в состоянии принести эту атмосферу. Если ты переживаешь Божью радость, ты в состоянии принести эту радость. Аминь? Праведность Иисуса Христа, если она в тебе, если ты принимаешь, осознаешь это, это видно становится. И люди начинают укрываться. Люди начинают сбегаться к твоему огоньку, знаешь, как вот мотыльки, они летят к свету. Вот точно так же люди начинают укрываться. То есть что, ты начинаешь обретать влияние. Я так вижу, что не ты лично, но Христос, Христос тебе, Он начинает влиять через тебя. И людям с тобой хорошо. То есть они вместе с тобой, они переживают этот мир. Понимаешь? Вот это меня очень-очень-очень, ну как бы тронуло. И знаешь, что еще мне очень, так вот, мое сердце просто так капнуло, да, и растворилось. Что Бог, Он, Я Есим. Он Бог настоящего. Знаешь, когда мы думаем, что, ну, сегодня у нас нету радости, какие-то причины были нам не радоваться. И это окей, я порадуюсь завтра. Но Бог, Он, Я Есим. Когда мы глаза нашего сердца обращаем на Него, и знаешь, многие вот люди, я сама в своем христианстве часто встречалась с таким, что если я сделаю что-то неправильно, я начинаю долго переживать, я начинаю очень долго, знаешь, ковыряться, почему я так сделаю, зачем я так сделаю. И все это отводит меня от присутствия Божьего. Оно выбивает меня вот из присутствия. И я уже не переживаю Его присутствия. Уже о какой радости я могу говорить. Я уже ни о радости не переживаю. Знаешь, а на самом деле все очень просто. Нужно просто обратить свой взор на Христа. Вот мы же видим Солнце. Сколько нам нужно для того, чтобы посмотреть на Солнце? Ни день, ни два, ни пять минут. Даже не минуту. Мгновение. Мы вдоль и секунды вот так раз обращаем свой взор на Солнце. Понимаешь? И мы видим, что оно светит. А Бог, Он свет, наполняющий все во всем. И в Его свете мы видим свет. И когда мы вот в этот момент, в момент настоящего, вот сегодня раз, и вот нам плохо было, да? А мы раз и повернули очи нашего сердца к Нему. И Его свет мгновенно все озаряет. Понимаешь? И вот тогда, когда свет Его мгновен, ты начинаешь переживать присутствие Бога здесь и сейчас. Ни завтра, ни в будущем. Понимаешь? Потому что Я есть, Он Бог, Я есть. И ты переживаешь это здесь и сейчас. И как только ты обращаешь свой взор на Его свет, значит, мгновенно ты переживаешь Его радость. И тьма исчезает. И тьма, она исчезает. Мгновенно ты переживаешь Его радость. Мгновенно ты переживаешь Его любовь. Понимаешь? И вот мгновенно ты наполняешь свое сердце, свою душу вот этими, скажем так, атрибутами Царствия Божьего. Да? Ингредиентами, что ли, если сказать правильно. То есть мир приходит, радость приходит. И ты понимаешь, когда смотря на Иисуса, что не ты своей вообще праведностью ничего не заслуживаешь, но Он своей праведностью. В Духе Святом. Понимаешь? И я вот думаю, что это состояние особое... Вот нет, я сейчас другого начну. Я скажу, что у каждого государства есть свои законы. Да? Мы живем в Америке, свои законы, в России свои законы. И в Духовном Царстве, в Царстве Божьем также есть свои законы. Аминь? Да. Эти законы, это законы благодати. Вот когда мы поймем, что закон Царства, это закон благодати. Все так просто станет. Когда это вот маленькое горчичное семя упадет в наше сердце. И когда мы осознаем, вот осознание, я думаю, что это такой самый-самый первый путь, знаешь, к нашему пробуждению. К тому, что действительно Царствие Божие, оно внутрь нас. И осознание всего этого, и переживание Бога здесь и сейчас, оно активирует вот эти ингредиенты Царствия Божьего внутри нас. Аминь. Еще я думаю, Бог поселяет свое Царство, свое присутствие Духом Святым внутри нас. Для чего? Чтобы мы концентрировали все свое внимание на Нем. Аминь. Очень много христиан, которые рождены свыше, да, но они страдают от какого-то мнения, от чужого мнения. Как о них сказали, как о них подумали. Апостол Павел говорит, я не сужу вообще никак, даже себя не сужу. Судья мне Бог. Аминь. Он, Божье Царство, настолько принял свою жизнь, что приоритеты Бога, они для него самые важные. Он даже себя не осуждал. Он вообще, просто имея отношение с Господом, личный контакт с Господом, он знал его мысли о своей жизни. Он развивал с ним глубокие отношения, и его совесть, она была свободна перед каждым человеком. Очень есть такие душевные ловушки, сети невидимые, да. Когда люди, они начинают замыкаться не на Божьем мнении о твоей жизни, о твоем служении, о твоей судьбе. Но дьявол через некоторых людей хочет отвлечь твое внимание от Бога, который внутри тебя, на кого возник, только не на него. Это очень важно. Поэтому Иисус сказал, Царство Божие внутри вас есть. Смотри, Иисус, Он является прообразом этого Божьего плана. Мы знаем, что Иисус, Он стопроцентный человек, и Он стопроцентный Бог. Почему? Потому что Бог, Он жил в Нем. И о Иисусе сказано, Он с раннего возраста пребывал в Писании, в премудрости, занимался с ним постоянно. О чем это говорит? Это говорит о том, что главные Его приоритеты были приоритеты Небесного Царства. Это очень важно. Знаешь, я слышал в духе, есть люди, есть люди больные, но которые страдают из-за каких-то посторонних вещей. Вот Бог хочет сегодня ваше внимание сконцентрировать на Нем самом, который внутри вас. И в Нем вы найдете мир. И найдя мир, вы найдете исцеление души своей. Вы найдете свободу. Иисус сказал, где Дух Божий, а если Дух Божий внутри нас, внутри нас свобода. Да от чего? Да от всего, от человеческих мнений тоже. Потому что мнение Бога для нас должно стать первичным. Апостолы сказали, судите сами, кого нам больше слушать, кому больше поминать, повиноваться. Людям или Богу. Вот Царство Божие внутри нас для того, чтобы наши отношения настолько выросли, что мнение Бога, оно стало радикальным для нас. И освободило нас от судов и мнений человеческих. А Иисусе написано, Он не вверял Себя никому. Потому что Он имел личное отношение с Богом. Он имел личное отношение с Отцом. И это было внутри Него. Это было Его тайной. Он говорит, то, что делаю я, и вы будете делать. Что Он делал? Он развивал эти личные тайные отношения, из которых потом вытекло вот это всемирное, мировое, вселенское служение. Аминь. Это очень важно. То есть, где наше внимание, там и мы. Там и мы находимся, сто процентов. Если твое внимание на Христе, рано или поздно ты увидишь чувства, придут в порядок. Бессонница уйдет. Беспокойство уйдет. Придет мир. Придет пьянящая радость. Придет благодать в твою жизнь. Потому что все, на чем концентрируется человек, оно начинает и проявляться в нем. Концентрируешь свое внимание на Царстве Божие, которое внутри тебя. Все. Ты будешь видеть, что Царство Божие, которое внутри тебя, оно будет проявляться и развиваться. Нам нужно иметь крепкий коннекшн с Богом. Нам нужно развивать эти отношения, чтобы они не оставались горчичной зернышкой. Чтобы эти отношения вырастали в огромное дерево. Дерево благодати и любви, под тенью которого будут укрываться многие-многие люди. Когда мы успокаиваемся, когда мы успокаиваемся, когда мы имеем мир с Богом. Когда мы имеем мир с Богом, мы и сами миротворцами становимся. Когда мы имеем мир с Богом, мы успокаиваемся. И, друзья, люди, они будут тоже успокаиваться в твоем присутствии. Ты можешь даже молчать. Но вот это состояние твоего внутреннего человека, оно будет влиять на все окружающее тебя. Знаешь, меня очень зацепило, когда ты сказал про три меры муки. И вот я здесь вижу у тебя наброски дух, душа и тело. Вот это очень классно. То есть Царствие Божие должно заквасить все сферы нашей жизни. И посмотри, я хотел закончить. Вот ты меня как раз вернулась сюда. Я хотел этим и закончить. Постал Павел написал первое фессалоникийцам, пятая глава. Я хочу прочитать это место. Итак, сам Бог, дающий мир, осветит вас всецело, чтобы ваш дух, душа и тело сохранились непорочными до тех пор, когда придет Господь наш Иисус Христос. Верен обещавший, 25 стих, который совершит сие. Посмотри, существует радикальный порядок. Как божественная мудрость, влияние, благодать начинает проявляться в нашей жизни. И Писание говорит, и ваш дух, дух на первом месте. Так как Царство Божие, оно является Царством Духа, Бог есть Дух, мы, общаясь с Духом, начинаем устанавливать божественные приоритеты. Дух – это доминирование, самая высшая власть и доминирование во всех сферах. Дух человека – светильник его. И когда мы развиваем с Богом личные отношения, в нас начинает проявляться Божий характер, Божьи мысли, которые приводят порядок в нашей душе. В нашу душу. Душа, она подобна детяти. Когда страшно, она беспокоится. Когда хорошо, она радуется. Но когда Дух, он доминирует над всеми нашими чувствами, да, чувства навыкам приучены для развлечения добра и зла. Когда мы Духом начинаем учить нашу душу, где добро, а где зло, душа, она придет в покой свой. Она должна находиться в подчинении. Точно так же, как жена за мужем, точно так же наша душа, она должна следовать за Духом. Аминь. Это очень важно, дорогие друзья, понимать. И когда душа в покое. Да. Да, да. Ты уже хоть закончил. Нет, я не хочу. Давай, давай, нет проблем. Я просто добавляю, что когда душа в покое, то и тело, оно исцеляется. Аминь. Вот этот порядок, он необходим. Написано не тело, душа, а дух. Написано, все начинается с Духа. Поэтому Царство Божие, Духовное Царство, оно в первую очередь должно попасть в нашу душу. Когда попадает в наше сердце, когда сам Бог поселяется внутри нас. Почему вот я христианин? Я же не родился в христианской семье или как-то, да? Но потому что Бог однажды нашел меня, Он поселился. Я шел доказать всем, что христиане это сектанты. Но Бог заговорил со мной на этом служении. И сегодня я уже сам служитель Иисуса Христа, и я не стыжусь. Для меня это величайшая честь. Почему? Потому что внутри меня живет Бог. Восхотев, возродил Он нас словом истины. Духовная территория, это территория всегда истины. И когда эта территория расширяется, преображается наш разум, говорит, как апостол Павел, Дух, он должен влиять на наш разум, необновленный разум. Когда наш разум, наша территория разума обновляется, тогда произойдет преображение всей нашей жизни. Вау, классно. Да, аминь. Вот это очень важно, это то, чему говорит Иисус. Почему это радикально и фундаментально? Он сказал Никодиму, никто не увидит Царство Божие, если не родится свыше. Правильно? И поэтому рождение свыше, оно является первичным делом в нашей жизни. Царство Божие, это не только знание наук или книг. Нет, Царство Божие, это первично знание Бога. Знание Его законов, знание Его позиции по отношению к тебе, по отношению к твоей семье, к твоим детям, по отношению к твоим друзьям, к окружающему тебя миру. И когда ты знаешь, ты как Христос, начинаешь просто отдавать, расточил и раздал себя людям, правда Его пребывает вовек. Божья природа, она внутри нас должна расти и умножаться. До чего? Чтобы дарить эту любовь, дарить свой дом. В первую очередь, да, кто от домашних не печется, тот отрекся верой и хуже неверного, в свой дом. Мы настоящие дома. Мы настоящие дома. Все Царство проявляется в доме. Да, сто процентов. Да, будем тренироваться и практиковать Царство праведности, Царство мира и радости среди наших домашних. Потому что это самое сложное. Но если мы позволим Богу проявляться внутри нас, все заметят это. И тогда не нужно будет человеку быть лицемером, он будет просто такой, какой есть. Он позволил Божьему Царству преобразить всю его жизнь. И ваш дух, и ваша душа, и ваше тело, Писание говорит, сохранится. Я хочу, чтобы кто-то больные люди услышали. Перестаньте зависеть от какого-то чужого мнения. Мнение вашего Бога о вас и для вас, оно должно стать драгоценнее всего. Даже мнение жены, если хотите. Даже если ты жена, мнение твоего мужа. Да, ну придет божественный порядок. Я не говорю о разрушительных отношениях. Бог, Он не разрушает отношения. Бог, Он созидает отношения. И Библия говорит, имеющий Он должен научиться жить, как не имеющий. Мы должны хранить Божье Царство. Мне очень нравится в тебе. Мне очень нравится в тебе. Вот, когда ты развиваешь Царство Божие внутри себя, ты не боишься говорить правду. И знаешь, когда твоя правда, она звучит в словах истины, Бог облекает это слово властью. Тогда даже муж может ударить по столу, но это будет все пустое. Страх Божий приходит. Почему? Потому что ты слышишь голос истины в устах жены. Или то же самое в устах мужа, когда жена слышит голос истины. Не просто перетягивание одеяла на свою сторону. Но голос истины. Все приходит в трепет и в подчинение. Вот почему необходимо иметь с Богом личное отношение. Позволять, чтобы Царство Божие росло и умножалось. И бесы, и демоны, они тоже, когда слышат голос истины, они приходят в подчинение. Все приходит в подчинение. И дети приходят в подчинение. Это не раболепство. Это не слепое какое-то послушание. Это божественный порядок. И это так необходимо. Это так драгоценно. Это то, ради чего Иисус отдал свою жизнь. Чтобы сегодня у каждого человека была возможность принять Божье Царство в свою жизнь. Принимая Христа, мы принимаем Бога внутри себя. Аллилуйя. И тело, оно сохранится. Не имеет значения, в каком оно сегодня состоянии. Имеет значение, что будет дальше. Аминь. Однажды скрюченная женщина попала на служение Иисуса. Всю жизнь ее вкрутила. И бесы крутили, да. И только в присутствии его, в момент этой истины, пришла полная свобода. Я слышал такие свидетельства. Артрит. Люди, скрюченные артритом, в служении этого служителя, который проповедовал истины, исцелялись. Да, кости. Прямо очевидцы слышали хруст костей. Почему? Потому что дух истины, он проявлялся через этого служителя. И дух истины может проявляться не через гордых людей, но через сокрушенных людей, через смиренных, через трепещущих духом. Когда духовное царство, оно становится приоритетом, ты не можешь обидеть ближнего своего по плоти. Потому что написано, в почтительности предупреждайте друг друга. Это необходимо. Это драгоценно придут правильные отношения с тещей и со свекровью. Со всеми людьми. Поэтому Царство Божие, дорогие друзья, оно должно быть не в слове. Кто-то машет головой, да, я знаю Царство Божие внутри меня. А люди пользу получают от этого Царства. Да. А ты сам получаешь пользу от этого Царства. Или нет, что происходит в твоей жизни? Когда Царство Божие, оно проявляется очень сильно внутри тебя, тебя даже не будет заботить смерть. Вау. Мы имели эфир прекрасный, да? Да. В прошлое воскресенье. С Божьим человеком. Бог не напомнил, когда Царство Божие, оно проявилось в жизни Петра, он перед смертельной казнью спал. Ангелам приходилось разбудить его. У нас какая-то проблема. Все, сон бежит от нас, небольшая проблема. А Петр перед смертью решил выступать. Представляете, какая Божья благодать. Но Бог не позволил ему даже эти вещи. Потому что он сказал, когда духовные приоритеты первичные, и душа, и тело, оно все сохранится в целостности до пришествия Иисуса Христа. Кто это будет делать? Верен тот, который сам все сотворит и призвал вас в вечную свою славу. Аллилюя. Классно. Очень классно. Драгоценное. Давайте мы будем молиться. Помолишься, возьмешь? Аминь, конечно. Аллилюя. Аллилюя. Давайте не будем тараторить, дорогие друзья. Аминь. Вот Божий поток, он течет. До пришествия Иисуса Божий поток, он будет течь на эту землю. Течь в наши души. Но наше отношение к этому потоку, дорогие друзья, будет определять наше здоровье, наше состояние, будет определять успех в нашей жизни. Бог заинтересован, чтобы ты был успешным человеком, здоровым человеком, был светом этому миру и солью этой земли. Отец, я благодарю тебя за твое присутствие, которое ты распространяешь среди нас, Духом твоим святым. Ты сказал, где двое или трое собраны во имя мое, там и я среди вас. Я сегодня прихожу к тебе, Господь, такой, какой есть. И я говорю, прости меня за суету, Господь. Прости меня за то, что я концентрировал все свое внимание на второстепенных вещах. Забывая о главной истине, Господь. Твое царство, оно внутри нас есть. Древо жизни, оно внутри нас есть. Бог животворящий, внутрь нас есть. Есть плоды от общения с Ним. Эти его плоды, они исцеляют нашу душу. Его плоды, они делают нас радостными. Его плоды делают нас здоровыми. Я прошу тебя, помоги нам вкушать, Господь. Вкушать тебя, как молоко и мед, Господь. Вкушать тебя каждый день. И чтобы, Господь, наши отношения, они развивались до дня пришедствия Твоего. Время Твоему народу действует. Ты являешься нашей главой. Ты являешься нашим управлением, управителем, нашим Господом. И я прошу, помоги нам подчинить Тебе свои души. Помоги преобразить свой разум на основании Твоего Слова. Для того, чтобы кому-то прямо сейчас познать Твою волю. И я знаю, Твоя воля совершенная. Для больного человека всегда исцеление. Я слышу, как Дух Истины говорит, будь здоров от недуга Твоего. Когда мы начинаем вкушать Тебя, вкушать Тебя, Господь, тогда начинает проявляться Твоя благодать в нашей жизни, которая приносит правильную позицию перед Богом, которая приносит мир нашей душе и окружающим людям, которая приносит радость и торжество. О Тебе говорят, все хорошо делает. Я знаю, когда Ты творишь тоже в нашей жизни, творишь нашу судьбу, чтобы каждый из нас стал Твоим образом и Твоим подобием. Мы точно так же в Тебе все хорошо делаем. Потому что Ты, не мы, но Ты, начинаешь проявляться через нас, через наше желание. Я благодарю Тебя за крест, на котором умирает всякое противление, все страхи, всякое неверие. Верен, обещавший, Который совершит все сие. Бог есть, и если ты обращаешься к Нему, и если ты вкушаешь Его, прямо сейчас, прямо сейчас ты переживаешь Его благодать. Переживаешь Его мир, который намного выше твоего ума. Не заботьтесь ни о чем Он говорит, но всегда с благодарением открывайте свои желания перед Богом. Чтобы мир Божий, который намного выше нашего ума и понимания, Он соблюдал нас во Христе Иисусе. Я слышу, как Бог говорит, ты здоров, ты не больной, ты не развалена, ты здоров. Я слышу, как кому-то Бог шепчет, тебе возвращается радость. Ты будешь смеяться, ты будешь радоваться. Ты будешь весело смотреть свое будущее. Все вот эти плачевные взгляды в твое будущее, это не Божья воля для тебя. Когда ты начинаешь сеять в дух, иметь с Богом личное общение, ты будешь видеть, что даже и будущее ты будешь знать. Потому что Дух Божий возвестит тебе твое будущее. И твое будущее во Христе не печальное, не разрушенное, не бедненькое, не слабенькое. Ты грозный, как полки со знаменами. Во имя Иисуса Христа мы благословляем Америку. Благословляем наши дома. Благословляем наши земли. Наши жизни, Господь. Наши души. Помоги нам обогащаться Тобой, чтобы раздавать Тебя всем, кого мы встречаем на нашем жизненном пути. Я благодарю Тебя за то, что Твое Царство, не Царство дьявола, но Твое Царство, Отец, Ты поселил в каждого из нас для того, чтобы Ты проявлялся в нас. Во всех сферах спасибо Тебе. Аминь. Халилюя, драгоценные, халилюя, возлюбленные, слава, слава Господу. Ой, я такое присутствие переживаю. Халилюя, слава Господу. Меня наш накрывает. Слава Господу. Драгоценные, мы вас любим. Будьте благословены, наше служение подходит к концу. Но оно будет продолжаться. Аминь. Оно не заканчивается. Я верю. Халилюя. Да. Халилюя, что мы умираем для наших амбиций, для нашего невежества, для нашей глупости. Аминь. Умираем, чтобы оживать. Чтобы оживать для Него. Аминь. Слава нашему Господу. Слава Иисусу. Спасибо Господу за каждого, кто был в эфире. Будьте благословены. Мы благословляем вас. Всего самого-самого доброго. Не забывайте, Царство Божие внутри вас есть. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...